Добрый день, уважаемые коллеги! Разрешите вашему вниманию представить предварительные результаты наблюдательного многоцентрового исследования по оценке эффективности иммунотерапии при распространенном раке желудка. По данным мировых зарубежных исследований, эффективность иммунотерапии в монорежиме у пациентов с распространенным раком желудка довольно-таки высока, особенно в первой и во второй линии. Однако, если взять отдельные результаты из реальной клинической практики, исследований, которые изучались на азиатско-европейской популяции, то эффективность иммунотерапии довольно скромна и цифры невысокие. Так, медиана общей выживаемости составила около 6 месяцев, а частота контроля болезни у таких пациентов около 30%. Причем никаких статистически значимых различий у пациентов с микростеритным фенотипом или у ПДЛ-позитивных аденокарсуном желудка выявлено не было. Хотя мы знаем, что пациенты, особенно с МСА и ХАЙ, имеют явный выигрыш от назначения иммунотерапии. Таким образом, поиск тех факторов, которые предсказывают эффективность иммунотерапии, крайне необходим, поскольку опции лечения у таких пациентов весьма ограничены. Мы провели анализ пациентов, которых получили ингибиторы контрольных иммунных точек в монорежиме по поводу метастатического рака желудка. Данные были собраны с 2018 по 2022 год в четырех крупных онкологических учреждениях Москвы. Шестимесячная выживаемость без прогрессирования была выбрана в качестве первичной конечной точки. Для подтверждения эффективности иммунотерапии на уровне шестимесячной выживаемости без прогрессирования равны 45%, при нулевой гипотезе 30%, альфа-005 и мощности исследования 90%, необходимо включить данные 105 пациентов. Вторичными конечными точками исследования являлись общая выживаемость, частота объективного ответа, частота контроля болезней и токсичность. На данный момент собраны данные 91 пациента. На данном слайде представлены их характеристики, что стоит отметить, что около половины пациентов относились к старшей возрастной группе, их возраст составил больше 65 лет. Также стоит отметить, что около трети пациентов имели ЭКОК-статус-2, и даже у двоих из них ЭКОК-статус-3. Что касается количества пациентов с микростритной нестабильностью, 20 человек имели МСАИ-ХАЙ опухоли. Большая часть пациентов отмечалась позитивной экспрессией ПДЛ-рецептора. Чаще всего ее определяли шкалой СПС, только у одного пациента была отмечена ТПС. Чаще всего была поражена брюшина у пациентов, где-то 40%. Что касается назначения иммунотерапии, большая часть пациентов получила иммунотерапию во вторую и последующих линию. Только у шести человек получили иммунотерапию в первую линию. Также стоит отметить, что у большинства пациентов после иммунотерапии никакого дальнейшего лечения не проводилось, у 70%. Среднее число циклов иммунотерапии у пациентов с МСАИ-ХАЙ составило около 20. Это касается и первой линии, там практически все пациенты были с МСАИ-ХАЙ фенотипом опухоли, и второй линии. Если посмотреть на популяцию пациентов с микростритно-стабильным фенотипом, то количество циклов было в два раза ниже. И отмечалось снижение количества циклов по мере увеличения линии лечения. Таким образом, общая выживаемость пациентов, получивших иммунотерапию в монорежиме по поводу метастатического рака желудка, медиана общей выживаемости составила 6 месяцев. Медиана выживаемости без прогрессирования 4 месяца. Шестимесячная выживаемость без прогрессирования составила 37%. При подгрупповом анализе пациентов в зависимости от наличия микростритной нестабильности отмечался явный выигрыш у пациентов с МСАИ-ХАЙ аденокарциномами. Их медиана составила 32 месяца против 6. Медиана выживаемости без прогрессирования 13 месяцев против 3 месяцев. Такие данные в целом соответствуют тому, что мы видим в клинических исследованиях. Если посмотреть на популяцию пациентов с микростритно-стабильным фенотипом, здесь стоит отметить, что как минимум в Москве иммунотерапия назначалась пациентов с позитивной экспрессией PDL. Поэтому при анализе выживаемости данных пациентов не получили никаких статистически значимых различий. Если посмотреть на график выживаемости без прогрессирования, то где-то половина процентов прогрессирует при первой оценке. Однако на отметке примерно 20% мы видим, что кривые выживаемости выходят на плато. То есть есть какая-то группа пациентов, которые длительно отвечают на иммунотерапию. При анализе данной когорты пациентов в зависимости от уровня экспрессии CPS никаких статистически значимых различий выявлено не было. Частота контроля болезни составила практически 30%, объективный ответ составил 9%. Если посмотреть на объективный ответ у пациентов с МСА и ХАИ аденокарциномами, он был довольно высок, 35%, что также соответствует данным мировым исследованиям. Объективный ответ был получен у 7 пациентов, полный ответ был зарегистрирован у троих, и 6 пациентов на момент среза данных продолжают иммунотерапию. При однофакторном анализе были выделены 3-4 фактора, в которых были выявлены статистически значимые различия. Это ЭКОК статус 0,1 и 2, количество органов с метастазами до 2, или если поражены более 3, количество линий до назначения иммунотерапии, это если иммунотерапия шла в первую линию или во вторую, или в третью и последующую. И в зависимости от микростритной нестабильности. При многофакторном анализе каждому пациенту был присвоен балл в зависимости от наличия у него факторов. Таким образом, пациенты далее были распределены в 3 группы прогноза. Пациенты с благоприятным группой прогнозов, у них не было никаких факторов. У пациентов, кто попал в промежуточную группу прогноза, отмечался один фактор, и 2-3 фактора были у пациентов в группе неблагоприятного прогноза. И при построении прогностических моделей продолжительности жизни таких пациентов, мы получили, что медиана общей выживаемости у пациентов в группе благоприятного прогноза составило 32 месяца, а медиана выживаемости без прогрессирования не была достигнута. Пациенты из группы промежуточного неблагоприятного прогноза жили хуже. 6-месячная общая выживаемость составила 23% у пациентов в группе неблагоприятного прогноза. Что касается токсичности, к сожалению, данные были весьма ограничены. У одного пациента был отмечен артрит иммуноассоциированной третьей степени, который привел в последующем к отмене лечения. Но в целом все нежелательные явления были первой и второй степени. Таким образом, результаты применения иммунотерапии в модном режиме на российской популяции пациентов с метастатическим раком желудка соответствуют данным реальной клинической практики, которую мы видим на азиатской и европейской популяции. Медиана выживаемости без прогрессирования на фоне антипедии ангибитров в модном режиме у пациентов с раком желудка составила 3 месяца, что в целом соответствует результатам выживаемости таких пациентов, кто получал химиотерапию в комбинации с антиангиогенными препаратами на второй и последующих линиях лечения, но с большей частотой нежелательных явлений. Так, группа пациентов с ПДЛ-позитивными аденокарциномами, которая была представлена ранее на графике, требует дальнейшего изучения, поскольку, как мы помним, кривые их выживаемости вышли на плато. Наибольшее преимущество от применения ингибиторов контрольных точек наблюдается у пациентов с MSI-хай аденокарциномами, и наименьшая эффективность иммунотерапии в монорежиме наблюдается у пациентов с низким функциональным статусом, с большим количеством пораженных органов и при назначении иммунотерапии в более поздних линиях. Во время сбора данных ни у одного пациента не было выявлено псевдопрогрессирование заболевания. Также хотелось бы выразить благодарность руководителям подразделений и врачам, кто помогал в сборе данных. Это ММКЦ «Коммунарка», первый диспансер и МКНЦ имени Логинова. Спасибо за внимание. Продолжение следует...